С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 октября, и вот с сегодняшнего дня я начала зимнюю видеосерию роликов своих, небольших таких. Я уже говорила, что летом я показываю на кустах томаты, дегустацию, но не всегда есть время, пробегая по огороду. У нас нынче особенно было жарко, не очень хорошие были условия для этого, ну короче, для снятия видеороликов. Многие сорта я летом не описывала, поэтому сейчас я хочу рассказать обо всех сортах, которые я нынче выращивала, особенно о новинках, и высказать свое мнение, чтобы помочь людям выбрать тот или иной сорт, чтобы они уже точно знали, подойдет он им или нет. И вот самым первым был томат Демидов, который у меня под номером один всегда в каталоге, про который я говорю, что это универсальный солдат, это рабочая лошадка, на него можно всегда положиться. А следующий томат, о котором я хочу сейчас рассказать, он совсем другой. Это сумасшедшие вишни Бари, которые стоят у меня под номером, не помню, 224 по-моему. Это вот полная противоположность Демидова. Если Демидов толстоногий такой, 50-сантиметровый, сибиряк, то это сорт «Американец», автор, выписала специально, чтобы не забыть, «Брэк Гэйтс». Он много сортов таких, особенно «Бикалор» нам подарил. Вот у меня «Трапеза влюбленных», это тоже тот же самый, потом, по-моему, «Оаксаканская» драгоценность. Ну вот много таких диковинных сортов вывел. И «Сумасшедшие вишни Бари», они тоже, это экзотический такой коллекционный сорт, в магазине в продаже ни разу не видела. Я получила от частного лица, от зрительницы, от Татьяны Кусовой, по-моему. И вот такой сорт тоже нужен, но вы должны сразу понимать, что если мы Демидова выращиваем для того, чтобы получить огромное количество, его можно солить, мариновать для томатозаготовок, что он и может, например, мороз немножко подмёрзнет, он восстановится, то вот эти ягоды, во-первых, они черри, они очень маленькие, то они, ну, экзотика, она и есть экзотика. Ясно, что у него не будет уже такого применения, вы с него не будете ни лечь, ни томатный сок давить. Это томаты больше для души. И, конечно, они больше подойдут тем людям, у которых есть дети, потому что дети обожают томаты черри. Вот эти маленькие такие ягодки, они прекрасно помещаются в детский ротик, не надо им резать, они сами могут подойти и скушать. Что ещё об этом томате нужно знать? Ну, во-первых, он очень высокий, это индетерминатный сорт. Вот. И я в этом году высаживала его очень мало, один был на улице, а другой в теплице. В теплице он рос с подвязкой, а на улице я просто его воткнула, и он врастил, лежал. И там, и там он у меня вырос, и там, и там он дал много плодов. И что самое, чем отличается этот томат, у него очень много, большое количество плодов в одной кисти. 30, 40, 50, до 50 штук. И вот эта кисть, такая многодетная, она похожа на грусть винограда, огромную, много-много ягод. И ещё, то качество, которое я в нём подметила, не знаю, я нигде не читала про это, он очень хорошо долго хранится. И все ягоды, даже сорванные зелёные, дозревают без всяких потерь. Они не начинают подгнивать, а начинают высыхать и делаются, как вот сушёный виноград. Я уже говорила до этого, что это очень хорошее качество томатов, когда он при длительном хранении не начинает течь с него вот эта жидкость. Он не начинает как сгнивать, а начинает подсыхать. Это значит, что у этих томатов неограниченный срок хранения. Они у вас будут лежать, лежать, лежать. Одна зрительница написала в комментарии, что у неё вот эти вишни-бари лежали до апреля. И ягодки высохли, сделались как изюм. Это значит, томат с неограниченным сроком хранения. Он не испортится никогда, он просто высохнет, засохнет. И я тоже, есть видео у меня, где я его высадила нынче поздно. Я выдернула куст и повесила их как вниз вот этими, вниз кустом, вниз головой, вот эти зелёные ягоды все. Они все постепенно поспели, вызрели. Это то качество, которое нужно, например, оценят жители. У кого холодное лето, у кого короткое лето, у кого осенью очень рано приходится снимать с куста. Это значит гарантированно, что если вы снимете вот эти сумасшедшие вишни-бари с куста и положите где-то или в домашних условиях, или в подвал поместите, то они у вас дозреют. И не испортятся, их не придётся выбрасывать. Так, что ещё? А, ещё про вкус. Я вот выписала все основные пункты, чтобы не забыть. Про вкус. Вкус, конечно, необычный. В нём нет привычной кислинки томатной. И это немножко как бы нас вводит в заблуждение. Вот мне показалось, что она, ягодка, похожа на виноград. Вот начинаешь, шпрот берёшь, раз, прям сок такой брыжет. И как бы виноградный вкус. Многие пишут, что они с фруктовой ноткой. Ну вот, короче, каждый находит для себя свой вкус. Ещё я, наверное, стоит сказать о том, что вкус у всех может быть разный. Ведь он зависит от состава почвы, от того, солнечное лето или нет, от различных подкормок. Вот у меня они были не очень сладкие, но вот именно с таким свиноградным вкусом. А люди пишут, у кого-то они прям вот очень сладкие, даже приторно сладкие. Но я думаю, что каждый из нас должен сам попробовать вырастить сумасшедшие ягоды Барри. И он сам поймёт, какой это вкус подходит ему или нет. Но это не характерный для томатов вкус. Вот именно томатной кислинки в нём их нет. Потом ещё что нужно знать. Так, так, так. То, что редкий я сказала, что он не продаётся. Если вы хотите его где-то взять, но его можно или у кого-то по обмену, или где-то выписывать у частных коллекционеров. Вот у меня он нынче тоже есть. Но так, как он новинка, только начала. И сейчас, вот когда я говорю, не воспринимайте, пожалуйста, это как призыв, что я предлагаю вам купить эти семена. Приём заказов я уже не веду. Будут только в декабре дополнительные. И какие в декабре будут сорта, я не знаю, будут они или нет. Вот это я всё в просветительских целях, чтобы люди знали. Я вот сама первый раз в этом году узнала, что есть такой сорт. Сумасшедшие вишни барри. Я очень рада, что мне его открыли, этот томат. Я его буду выращивать, несмотря на то, что я черри не очень люблю, потому что у нас маленьких детей нет в таком количестве, чтобы съедали все эти черри. Я люблю больше крупные томаты. Но этот томат мне понравился. Очень урожайный, очень декоративный. Вот эти вот кисти, которые огромные, вот эти вот виноградины, как грузия винограда. Я вообще хочу на будущий год посадить его в декоративных целях. Ну, где-то там оформить беседку, например, или какую-то сделать арку. Так как он большой, у него будут эти кисти висеть. Но это пока только в планах. Сейчас я знаю одно, что мне сорт понравился. Хоть он и такой не массовый, не рабочий сорт, с которого мы не будем ни томат-пасту варить, ничего. Скорее всего, он больше, как экзотика, для красоты, для души. Но он у меня останется в моём огороде навсегда. И все вот эти статьи, все эти видеоролики подробные я делаю только с одной целью, чтобы люди знали, что бывают не только вот такие томаты, а ещё и вот такие. Сейчас хлынуло очень много из-за границы томатов. Очень разные. У меня только вот два года назад я узнала, что есть томаты Bicolor, потому что у нас всё сибирская серия, сибирская серия. Но сейчас я расширила ассортимент. Узнала очень много таких восхитительно вкусных, красивых томатов, обо всех вам буду рассказывать. И вот сумасшедшие ягоды Бари, о них нужно знать в первую очередь, потому что они очень редкие. И этот сорт достоин того, чтобы о нём знали, и достоин того, чтобы его хотя бы раз в жизни, но попробовали вырастить. Может быть, вы потом не будете выращивать, потому что столько много ягод одевать, то, в общем-то, некуда, если нет детей. Я вот по себе знаю, что у меня они долго лежали, я вот положила, как виноград их, и по несколько штук ела. Ну, а муж любит вот такие крупные мясистые. Конечно, это совсем другой вид томатов, но он достоин того, чтобы мы о нём знали, чтобы он был в наших огородах. Всё, до свидания. Это был номер 224, сумасшедшие ягоды Бари. Если кто-то захочет у меня приобрести эти семена, то я буду принимать заявки только с 1 декабря, пока работаю с теми заявками, которые приняла летом. И первая отправка будет только вот 25-го.